Всем большой привет! Наконец-то у нас началась настоящая зима. До этого у природы несколько было попыток. Несколько раз выпадал снег, но он тут же таял. И у меня, как и у многих других, нет снега, нет новогоднего настроения. Ждали с нетерпением и наконец-то дождались. Она скотчкая, сынок. Побежали, 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 побежали. Побежали, побежали, Ванька. Пойдем, выходи. Идем. Давай выходи. Иди выходи за папой. За папой иди. Давай. Иди. 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 Иди, да. Иди. Иди. А я видела, все видела. Хотела по-тихому залезть. Сам на сам тут играет. Я там кушать готовлю. Ванюк сам с собой. Готовлю гуляш. Ну и на гарнир, наверное, может быть гречку отварю. Сейчас лук порезала. Надо будет его нашинковать. И морковью еще не занималась. Заготовки зажарки я не стала сегодня использовать. Потому что у меня там осталось два пакетика. Только оставила на суп. Чуть дольше времени уйдет. Сейчас быстренько нашинкую. Лежит. Сейчас уснет, наверное. Мы вообще собрались на дневной сон. Ваня решил по-другому. Вообще дневной сон ребенка в выходные дни какая-то непосильная задача. Уложить вовремя его спать практически невозможно. Но это у нас так. Так как выходные. Старшим детям не в школу. Вся семья просыпается поздно. Соответственно график меняется у ребенка. И дневной сон в воскресенье у нас начинается около четырех дня только. И вот как раз пока я готовила гуляш, Ваня заснул. Я не помню, как в этом возрасте было у старших детей с дневным сном. Но мне кажется, в два с половиной года ребенок уже может обойтись и без дневного сна. Но у нас, если Ваня не поспит днем, то большая вероятность, что он ляжет спать в восемь и проснется потом в десять вечера. То есть вариант уложить ребенка в восемь вечера, и чтобы он до шести, до семи часов утра поспал, у нас не проходит. Поделитесь в комментариях, как у ваших детей было или есть выходной день и привычный режим дня. Это вообще совместимые вещи или нет? Время сейчас у нас пять часов вечера. Папа наш приехал с работы и давай все тут чистить. Сейчас Кирюша придет. Позвонил он с друзьями, там катался. Придет домой. Никитка у бабушки. Что, елку маме купили? Да. Большую елку. Сейчас они там с Никитой поставят ее. Я, говорит, все чистить не буду. Подожду, когда больше нападает. Мы вообще на прогулку вышли. Пока тепло. Идем. Я сейчас тогда Ваню повезу, а папа тебя. Давай. Я сейчас немножко тебя прокачу. А я, а я че, пешком? Ты как мешок. Плюх. Плюх, плюх. Перчатки одевай. Гномы, гномы, гномы. Доброе всем утро. У нас сегодня семейный праздник. У нас сегодня семейный праздник. Десять лет. И муж меня сегодня поздравил. С утра разбудил букетом роз. Десять лет не со дня свадьбы, а десять лет, как мы вместе. То есть 19 декабря 2011 года мы начали встречаться. Так скажем. Цветочки пока поставила здесь. Телевизор мы все равно не включаем практически. А потом следу уберу и, возможно, на кухню поставлю. Потому что я там провожу большую часть времени. А пока стоят здесь. Расстроился Олег, что подарок не успел прийти. Сказал, завтра-послезавтра подарят. Как-то так вот с доставкой. А, и, кстати, доставка цветов тоже была заказана на 8 часов утра. Но получилось так, что он уехал сам за ними. Перепутали адрес. Не на ту улицу отправили. И я проснулась, а Олега нет дома. Ну, я сразу поняла, что, наверное, поехал за цветами. Да, смотрите, как красиво. Кирюш, перчатки. Руки замерзнут. Красота. А вон наш папа идет с Ваней. Машину на мойке оставили. И он Ванька на плюшке тащит. А мы с Анки с собой взялись. Сейчас его пересадим. И к бабушке. Сегодня у нас воскресенье. Ваня традиционно. С детьми пойду к маме. А папа домашними делами останется заниматься. Это что там за сарделька? Едет. Почти уснул. Если бы он в сердце не попал. Пойдем. Давай. Все. Сейчас поспим немножко на свежем воздухе. Пойдем. Олег там кадиком занимался. Масло подливал. Кирюш, давай. Бери плюшку с собой и пошли. Пусть, да. Тетя Лена там уже ждет нас. На улице просто сказка какая-то. Ваня спать не захотел. Кирилл сейчас Лену увидел. И говорит, о, сейчас меня покатит. Красота какая. Так, сейчас в аптеку. Хотим масло купить для бани. Эфирное. Какое-нибудь. Так. Ну, лаванду точно. Апельсин. Что там еще? Мята. И пихту, наверное, возьмем. Я все никак не налюбуюсь. Как-то непроизвольно даже улыбка натягивается. Угу. Кстати, у нас поставили светофор на площади. Я говорю, светофор поставили? Да. А я ехала, когда забыла, что его там поставили. Хорошо, там зеленый был. Я потом уже проехала, когда перекресток. Только опомнилась. У меня прям шоковое состояние было. Думаю, как повезло, что был зеленый. Что я не на красный. Наша елочка на площади. Он хотел для ТикТока снять видео. Сейчас, сынок, снимем. Так, сына, надо развернуть тебя к елочке. Вот она, красавица. Елка. Нет, он ее не впервые видит. Мы уже видели ее. Просто разглядывает. Вот это елочка. Вот какая в снегу. Мы до этого здесь гуляли, она без снега была. Еще крашей стала. Ну, пойдемте. Тетя Лена зашла на вал берез заказ забрать. Ну, и мой заодно заберет. Пойдем потихоньку. Вот и дошли. Я вот думаю, вот у мамы елки. Может, у нее веточки отрезать несколько штук там понизу. И дом поставить. Ну, вообще-то сейчас этих веток на рынке вместе с елками полно. Буду просто так, наверное, отдавать. Надо спросить. Не, еще не поставили у мамы елку. Стоит еще во дворе. Ну, это сосна. Не елка, а сосна. Лена, знаешь, за сколько она ее взяла? За 500 рублей всего. А елка там продавалась 4200, что ли, Олег сказал. Ель. Ель, да, живая. Ванек традиционно владение посмотреть сначала. Прежде чем зайти к бабушке. Куда-то ведет Сусанин мать. И кряхтит еще. Опа. Вот они, елочки. Вот здесь внизу несколько веточек. И красиво будет. Можно даже с шишками найти. Вот такую, к примеру. Она больно большая? Поменьше можно выбрать. Что, сына? Иду, иду. Бабушка, мы идем. Красный. Рычим. Кряхтим. Как бы не подскользнуться. Ваня, где другие машины твои? Где машины твои другие? Надо найти. Принес, говорит, давайте, одевайте мне. Так, за нами папа приехал. Сейчас все загрузим. И поедем. Картошку фри взять? Да. Какая елка около театра. Меньшая. Ну, если там будет очередь, то вон в Додо Пицца. А где такие все есть? Вон дальше, дальше. Есть там места? Угу. Есть, вот. Вот он точно. Все, сейчас на разведку у нас папа сходит. КФС. У нас в Сызрани недавно открыли. Недели две назад открылась вот КФС. И в день открытия здесь такая очередь была. Я видела фотографию на, ну, в Инстаграме. Тут прям вот, наверное, вот где-то до этого дерева была очередь. Но мы особо не рвались сюда. Хотели сделать предзаказ и забрать просто. Но почему-то на сайте написано, что самовылаз невозможен. Поэтому вот у нас Олег пошел. Сейчас, возможно, купит все, что мы там задумали, все, что пожелали. И домой поедем. Папа наш идет. Хотя писал, что через 40 минут только будет. Так, приехали мы домой. Тут небольшой творческий беспорядок у Вани. Это вот то, что сегодня забрали с Валберис. Ванюша парковка пришла. Сейчас только игрушки соберу. И я ее сюда хотела поставить. Ваня в машине уснул по дороге. Как раз проснется, я уже соберу ее. И я думаю, он обрадуется. Ну, для вот таких вот маленьких машин у него много разных. Валя в машине, и тут, вам более�-порический OK. Валя в машине, в calculate «le» для взглядели. Р ψ Sz링. ПОДРОИ tenemos松, и я ее сегодня. вот что у нас в итоге получилось начинала я одна собирать закончили уже с кирилл это у нас тут такие вот ворота заправка сейчас мы поставим туда на место и машинки сразу туда поставим кирилл надо вот такие вот маленькие машинки его найти вот здесь вот он их прятал там еще парочку штук может давай лучше по низу поставим мне кажется ее переставим потом на пол ее его гараж или ее автостоянку ну там по низу расставь проснется и сам потом решит синий трактор нет посмотри вот эти вот маленькие сюда а сейчас найдем побольше еще машинки там внизу поставим ну все крутяк на сам потом режим где какая будет стоять я наверно ссылочку на всякий случай оставлю через вал берез заказывала вдруг кому пригодится вдруг у вас тоже машинки по всему дому валяются а тут такой гараж классный и у нас еще есть вот такая дорога это нам тетя света прислала плане тетя света это моя подруга из москвы канал у светки соколовой был вертолет еще в комплекте и три машинки вертолет я наверное сейчас тоже в гараж отнесу вот так сейчас сфоткаю сынок как ты подтягиваешься мы сегодня вообще собрались смотреть африку это у нас такая небольшая традиция мы смотрим на тнт звезды в африке каждое воскресенье и вот как раз крылышки сейчас покушаем отметим праздник таким образом кстати ванек свободно уже и наверх забирается и сам без помощи взрослых сейчас слезает если изначально он одну ножку то есть ставит потом другую подставляет то сейчас вот просто вот перебирает руками и ногами как обезьянка ну и кирилл тоже соответственно как обезьянка здесь лазит ванечка смотри ухты до высоко эти ячейки он точно не достанет надо будет куда-нибудь спускать гараж ой у тебя пробка пробка образовалась цены вот это да до пробка это заправка бензином заправлять машинки пойдем пойдем с мамой да сейчас будем играть этот ролик будем заканчивать всем спасибо за просмотр за ваши лайки за ваши комментарии всем пока всем пока